Доброе утро, дорогая церковь! Доброе утро, горница! Будьте благословены, дорогие братья и сестры! Сегодня хочу с вами вспомнить об одной истории из Библии, когда ученики плыли по лодке, и они были сами, помните, и началась буря и шторм, и Иисус появился на горизонте, да, и апостол Петр сказал, что если это ты, Господи, скажи мне идти по воде, я приду к тебе. И он пошел, и когда он держал свой взор на Христа, он мог идти, и его не страшили, потому что волны-то они переставали бить, и шторм-то не перестал идти. Когда он выходил с лодки, когда он начинал идти, этот шторм продолжался. Но когда он отвлекся от Христа и обратил внимание, насколько велики эти волны, и насколько сильный шторм, и насколько черная тьма, и насколько это все страшно, он начал тонуть. Дорогие, я хочу сегодня напомнить и себе, и всем нам о том, насколько важно нам держать свой взор на Христа, насколько важно нам не обращать внимания на то, какие высокие волны сейчас рядом с нами, потому что события, они на самом деле не улучшаются, а идут в другом повороте. Становится сложнее воспринимать новостной блок, сложнее видеть то, что происходит в этом мире. Война у нас, война рядом, беззаконие и на беззаконии. И это очень тяжело воспринимать и для морально, и для нашей психики. И это очень тяжело становится. Это становится страшно, настает апатия, настает неверие, настает депрессия и уныние. Я вам скажу, насколько важно нам сейчас особенно, и чем дальше, тем больше взирать на Христа. Чем дальше, тем больше отводить свой взор от этих волн, от этой тьмы, кромешной тьмы, которая, как и у апостола Петра, она была рядом. Она не улучшалась, она становилась всё хуже и хуже. Когда он вышел из лодки, эти волны, они были великими, тьма была тёмной, и буря была такой же сильной. И когда он смотрел на Христа, он мог идти. И хочу просто ободрить нас и поддержать тем, что давайте всё больше и больше, всё сильнее и сильнее смотреть на Христа, для того, чтобы мы дальше могли идти за Ним. Но и хочу ободрить, если вдруг вы чувствуете, что вы на каком-то морской глубине или на морском дне, что вы утонули в этих новостях, вы утонули в этих событиях, вы утонули, и у вас просто внутри безнадёга. Я хочу напомнить, что произошло с Петром потом. Что сделал Иисус, когда Пётр начал тонуть? Пётр воззвал, сказал, Господи, помоги мне, Господи, спаси меня. Иисус подал руку. Иисус подал руку, он не отказался, он не отвернулся. Он не сказал, Ха, Пётр, я же тебе говорил смотреть на меня и лети за мной. Нет. Иисус подал руку. То, что от нас зависит, это взывать ко Христу, Господи, помоги мне. Помоги мне в моём неверии, помоги мне в моей унынии, помоги мне в моём состоянии, в котором я сейчас. Господи, помоги мне. И я хочу сказать, Иисус прострёт свою руку и вымет. Какая бы ни была тьма, никакие бы волны не были, поверьте, Иисус в силе и способен вынуть каждого из нас, из нашей тьмы, из нашей глубины. Поэтому то, что важно, взывать ко Христу, тянуть руку к Нему, не забывать о том, что Он рядом. То, что нужно от нас, это сказать, Господи, помоги, Господи, спаси. И опять же таки, ещё раз хочу акцентировать внимание на том, что необходимо смотреть на Него. Не на те бури, которые рядом. Мы их и так боковым зрением видим. Мы и так видим, что происходит в этом мире. Всё беззаконенно, беззаконие. Слово Божие говорит, что тьма, она будет ещё больше становиться темнее, огущевать. Но свет, он будет светить ярче. Не дайте дьяволу погасить тот свет, который Бог зажёг внутри вас. Не дайте этими волнам и бури погасить этот Божий свет, который нуждается в этот мир. Этот мир нуждается в нашем свете, в надежде, в вере. Давайте будем хранить себя, своё сердце, свою душу, свои эмоции. Давайте будем хранить себя тем, что мы будем взирать на Христа, на нашего путеводителя, на нашу путеводную звезду. Хранить свою жизнь, хранить своё сердце, хранить свой дом и семью. Пусть Бог благословит вас, пусть Бог благословит всех нас и даст нам сил идти дальше. Во имя Иисуса Христа. Аминь.